всем привет дорогие друзья с вами как всегда я russian fear и мы с вами продолжаем приключения российского дальнобойщика в германии и не только что ж сегодня у нас будет с вами доставочка я думаю у нас есть пять тысяч и мы от объем хотя бы один кредит который мы брали на улучшение трейлера и у нас есть виноградик за 8 400 в бельгию в льешь а сколько километров до туда ехать ну давайте берем выбрать у нас особо нет пристегивайте свои ремни усаживайтесь поудобней путешествие я думаю будет не близкая не быстрая но хотя кто знает да чё там кого и кого как бы тоже загадывать раньше времени не стоит куда нас занесет в германии а потом уже дальше посмотрим куда мы там с вами покатим но я напоминаю что я жду дополнение именно про россию хочу поездить по россии volvo кстати автосалон сейчас будем проезжать с вами сожалению не дав я не перестаю говорить что хочу посмотреть дав дав именно и гачи новый который добавили в етс я его еще не видел просто но думаю что в скором времени увижу перед тормозил сильно уж зачем перестраивался да гоняй ты тоже непонятно зачем меня тут обгонялась и поворачивать хотел едем вот сюда на эту ферму видимо помните в одной из предыдущих серий уже в такой ферме загружались мы но загружались мы тогда по моему свинины или говядины чем-то таким а здесь виноград в льеш в бельгию кстати недавно прошел чемпионат европы по футболу смотрели россия бельгия вот сейчас мы им отравленный виноград за наших привезем по пути чё-нибудь виноград на цепь и привезем суда вот сюда отлично глушим мотор загрузите виноград следуйте по маршруту ok boss 572 километра 373 километра нам доехать до туда то бишь как вы понимаете нам надо заправиться из этого как бы никак это обратно мы с вами уже оттуда не доедем им никуда из бельгии не выйдем там и останемся жить с этими винограда вместе слева вроде никого справа точнее да слева чё там там тоже никого как так быстро блин только что загорелся эти только что отъехали я подъезжаю и сразу же красный загорается сейчас остановимся только по пути на какой-нибудь заправке и все и поедем уже без остановок все проехали 80 у нас ограничения здесь вот в бельгии будет конечно сложнее я думаю с дорогами но хотя кто знает я уже давно не играл в евротрак не было в бельгии я имею ввиду не заезжал в бельгии да я уже не помню что там так как опа на я проехал поворот ну да ладно что это там горит такое что-то горит а что что не видно как он нам поставил объезжать эту фигню ну надеюсь как-нибудь объедем не охота было просто разворачиваться давайте посмотрим как бы нам построил маршрут ну да поездочка затянется тут проще уйти вот сюда и вот сюда да получается налево а мы уже проехали поворот блин ладно смотрим где еще будет поворот направо туда уходим тут на автобане я сомневаюсь что есть разворот где-то причем очень сильно сомневаюсь кстати заправка ну ладно только сейчас вспомнил про заправку на следующий а вот и разворот сплошная правда ничего страшного да наглую вот так вот сделаем с вами так и вот на этой заправке сейчас заправимся так мне надо карту короче короче мне надо выехать вот на эту дорогу а ну все он перестроил да перестроил финиш то есть странные шины финиш ну и насколько нас зальют сейчас еще посмотрим на на 781 евро что братьев не выезжаешь не умеешь не умеешь показать как это делается вот так вот в наглую берешь коп и выехал а ты там стоишь ты пишешь 5 часов нам кстати опять написали 5 часов 5 минут ехать но по идее мы должны быстрее срезать так чем мы поехали прямо надо карты воспользоваться льешь все правильно льешь вот сюда да все правильно просто так так ехали бы так так поедем но тут я надеюсь что будет автобаны поэтому будет меньше проблем чисто из-за этого я вернулся вот сюда назад главное сейчас не пропустить поворот вот он кстати наш поворот будущий экономим горючку катимся наката на нейтрал очки нам направо все отлично 437 все отлично 437 слева никого да в принципе ладно дальний пока не будем включать пока видно пока так поедем темнеет как-то быстро заметили сразу же темнота бах в реальной жизни же такого не бывает что ешь ешь бах все и темно но брать их меня слева обгоняют так что не вздумай не вздумай говорю козлина я блин не обделался думал сейчас реально кони двинул как он вылетел видит что я еду и это надо выезжать блин где-то просмотрел все таки где-то стоят значит на трассах машины я не видел по крайней мере хотя может и машина выезжала тоже такое не исключаю ну вот 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 я сейчас по трассе на кёль Долго нам прямой-то пилить? По-моему, долго, да? Там какая-то развилочка небольшая, и опять пилить. Какой у вас фонариков здесь нет никаких? На автобанах. Нате, получите зеркала. Ой, не то нажал. Так, сейчас разберемся вот с этим поворотом. Разобрались. А нет, все правильно. Прямо на можно. И я хотел посмотреть в зеркала и фары. Передние на крыше. Это непонятно, горят они, не горят. Как-то неуютненько обгонять. Обогнали, обогнали. О, господи. Вот ты-то куда? Еще один. Да вы издеваетесь, ты уже не пролезешь. Слева, видели там? Хотел. Тоже еще один пристроиться. Не проканает такая делюга. О, господи. Да. 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 нам походу придется въехать да так направо странная довольно развязка как-то блин через дюссельдорф зачем мы круг здесь сделали вопрос существует у меня вот такой вот а попроще как-нибудь нельзя было чем крутится крути наматывать через города нам же сейчас через город надо выехать получается а мы на другую трассу сейчас видим другой автобан скорее всего или нет или мы по такой дороге и поедем в 60 это же вообще не весело да по ходу по такой придется ехать ну да ладно если нет другого выхода то придется потерпеть ночью еще не ускоришься толком потому что ментов явно я не увижу если они будут где-то ехать они меня увидят скорее всего ну конечно я же подъезжаю почему красный-то не включить классика же уже погнали потихоньку меня вот одно смущает времени убавляется практически а нет убавляется значит мы едем в том направлении это успокаивает а ну вот выход надеюсь на автобан очень сильно надеюсь да это 119 километров нам осталось вот вот Теперь по прямой уже остались именно Мелочи, просто доехать по прямой Можно тапку в пол и давить Ночью вообще, не знаю почему, но скорости не чувствуется Такое ощущение, что еле-еле тащимся Вся 97 показывает Получается мы летим, блин, 98 Ночной мост, смотрите как красиво Справа какие-то домишки Кстати, жить возле моста как прикол вам, ребят Мне кажется, они реально обламываются Возле автобана, еще и возле моста Кто придумал построить жилые какие-то кварталы Для меня это загадка Держаться левее показывает Держимся Кстати, вот расстояние горит Слева такой синий квадратик Ну, где спидометр посередине Где вот рейндж написано Мне интересно А если рейндж дойдет до последнего То есть это все, трейлер выработает Все свои мощности или как В 42 километра Мы уже, кстати, приближаемся Получается Да, приближаемся Кункт назначения Вот уже город этот Прямо нам показан Сейчас мы уже в Бельгии, получается, да? В Бельгии уже, по-моему, ехали Да, вон уже вижу Куда мы несемся на полных парах И ограничения Тут 90, кстати А мне в Бельгии больше нравится Спасибо за просмотр! и нам направо и мы практически на месте ну да поездочка была в принципе такая не коротенькая прямо скажем я-то поворачиваю а ты куда прямо да он прямо тут у нас полкинчик ограничения фигасе какая точила проехал у вас здесь бельгии а это спортивная что ли если интересно отмотать серию посмотрите кстати вот сюда наверное если я правильно думаю да я правильно думал да Вроде бы заезжаем. Да, заезжаем. Чуть-чуть сюда, не в беда. Паленчик вот сюда взять. И все будет хорошо. Уф, доехали мы с вами. До Бельгии 430 километров. 8400 нам дали и уровень, отлично. Что вот здесь брать, дорогостоящий груз, либо дальние дистанции? Я думаю, что дорогостоящий пока буду брать, наверное. Хотя нет. Давайте срочные возьмем. Так, смотрим, что нам дали на Mercedes. Шины, зеркала, зеркала и юбку. Под краску уже, но не такую, не первую, а другую, 12000, но такое себе, скажем честно. А тут что добавили? Шины, шины на крон. Задний диск. Перед осями полнорамно-боковые юбки. Понятно. Огнетушитель. Пластиковый ящик и огнетушитель. Габаритные огни. Но вот это уже интересней. Между осями ступеньки. Тоже, кстати, неплохо. Но уже становится интересней. Ну что ж, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, если вы все еще этого не сделали. Также не забывайте вступать в группы в соцсетях. Все ссылочки на которые вы можете найти под этим видео. Кстати, почему не горишь на крыше? Не понял. Стоп. Не горит. Давайте мы выключим их. Дальний свет. На крыше. Передний. Не понял. А-а-а. Когда улучшал с крыши, что ли, снялись фары? Это, конечно, обидно. Ну что ж, друзья. Ничего с этим не поделать. Увидимся в следующих сериях приключений дальнобойщика на территории Европы и не только. Подписывайтесь на канал, вступайте в группы, ставьте ваши лайки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...